МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Иран выдвинул европейским странам 7 условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделки, пишет ТАСС. Требования озвучил руководитель и духовный лидер Исламской республики Иран Аятала Али Хамейни на встрече с представителями трех ветвей власти страны. Среди этих условий обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжение торгового сотрудничества с Ираном, гарантии стран Евросоюза по поводу продажи иранской нефти. Также Тегеран требует от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность. Страны ЕС должны прекратить свое молчание и доказать, что они работают над ядерным соглашением. В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран, Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность, предупредил Хамейни. ТАСС передает. Возможное введение 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили вызовет смятение на международном рынке. Такое мнение высказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хросиге Секо. Министерство торговли США в среду объявило о начале расследования с целью определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Кастак передает. Валовый внешний долг Казахстана ежегодно увеличивается и на начало января 2018 года составлял 167,5 миллиардов долларов, сообщила председатель счетного комитета Наталья Годунова на презентации отчета правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год в Сенате. Наряду с этим отмечается и рост долга местных исполнительных органов, констатировала глава ведомства. По ее словам, в рамках внешних правительственных займов для реализации инвестиционных проектов отмечается рост расходов на их обслуживание. В целом, руководитель счетного комитета указала, что долговая устойчивость страны остается стабильной. Кастак передает. Максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в Тенге снижается с 1 июля, следует из сообщения Акционерного общества Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в Тенге снижается до 12% годовых. В иностранной валюте сохраняется на прежнем уровне 1% годовых, сообщается на зайте фонда. На данный момент 30 банков являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. Кастак передает. Местным исполнительным органам могут законодательно дать возможность выделять необходимые средства на ремонт лифтов в своих регионах, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. В рамках нового закона, который через месяц должен попасть в мажорист парламента, предусматривается норма, позволяющая Акиматам выделять деньги на ремонт лифтов, сказал министр. Напомним, только в Ак-Тубе на модернизацию и полную замену лифтов требуется 2 миллиарда тенге. Это было установлено после того, как в апреле в лифте жилого дома погибла телеведущая Айзат Абдисамат. В Астане по подозрению в коммерческом подкупе арестовали известного бизнесмена из списка Forbes Еркина Амирханова, передает NG News KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ. Задержание произошло 5 мая. На следующий день судом номер 2 Астаны в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. Похитители 13-летнего мальчика в Южной Африке потребовали от его родителей 15 биткоинов, что примерно составляет 120 тысяч долларов, передает NG News KZ со ссылкой на CNN. Похитители предложили родителям мальчика заплатить всю сумму до 27 мая. В случае своевременной оплаты они пообещали не причинять вреда ребенку. Это были деловые новости. На этом все-всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дрон» Нуртас. ТО «Торговые новости» 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 Т